Этот пустырь на Беляева 27 много лет не давал покоя местным жителям. В этом году его решили благоустроить и организовать здесь площадку для выгула собак. У меня у самой собака. И вот честно скажу, неудобно каждый раз куда-то выходить ее выгуливать. Но я живу на окраине, у меня за домом поле. То есть у меня все нормально. Я вышла в поле, выгулила собаку, никаких проблем. А вот когда люди живут вот как тут, тут дворы, центры, им ходить некуда. А все равно гулять-то надо. Организовать площадку представители ТОСа решили за счет народного бюджета. В мае местные жители могли проголосовать за понравившийся проект. Однако набрать необходимое количество голосов им не удалось. Местные жители выбрали детскую площадку. Сейчас, как и прежде, владельцы собак продолжают выгуливать своих любимцев, где попало. Весной весь биологический мусор всплывает наружу. Картина не из приятных. А все потому, что результаты жизнедеятельности своего питомца хозяева не убирают, хотя должны. Убираетесь за своими питомцами? Нет. А почему? Не знаю. Я не вижу, чтобы кто-то убирал. Мы не приучены к этому, не цивильно еще. По правилам благоустройства и содержания территории череповца, владельцы собак должны иметь при себе совок и емкость для сбора биологического мусора. Они продаются в зоомагазинах. Однако приучить собаководов убирать за своими питомцами очень трудно, говорят череповчане. Местные жители спорят, нужны ли вообще специализированные площадки. Для выгула собак должны, но не будет, наверное. Кто лучше построит? Детскую площадку или площадку для собак? Площадку для собак. Собак много, а площадки для детей они есть. Понимаете, у нас, как сказать, хозяева не очень сознательные, с собаками ходят. Выйдут и прямо у подъезда наложат собаки. Да кто ж не это не делал? Какие-то места надо отводить специальные. Наверное, только по-другому, наверное, никак. Площадки для выгула собак должны находиться не ближе, чем в 40 метрах от жилых домов, школ и детских садов. По словам чиновников, в Череповце есть более 10 мест в каждом районе города, где можно было бы организовать территорию для дрессировки и прогулки животных. Однако денег на это в городской казни нет. Прямо внутри жилого микрорайона, если это огромный микрорайон, там есть какая-то территория общего пользования, большая, наверное, можно. Где можно все размещать многофункционально. Но если небольшой двор, и там одновременно и детская площадка, и площадка для отдыха, и сквер надо бы поставить, и тут же площадка для выгула собак, я думаю, что это будет сложно сделать. Но я думаю, что если есть такая необходимость, мы готовы встречаться, мы открыты, и мы могли бы в течение, скажем, месяца нарисовать схему на город, которую можно было бы обсуждать. Даже если в будущем у нас появятся площадки, где будут установлены урны для биологического мусора, череповчанам придется убирать за своими питомцами. Впрочем, как и сейчас, тех, кто нарушает правила благоустройства и содержания территории череповца, ждет штраф от 300 рублей до 3000 рублей. Заплатить круглую сумму придется и тем, кто гуляет с собаками в скверах, парках, на детских площадках, на территориях школ и детских садов. В прошлом году к ответственности привлекли более 40 собаководов, в этом году уже 10. Сегодня количество оштрафованных должно увеличиться. Рейд организовали в двух районах города. Татьяна Жданова, Дмитрий Махов, Новости.